Закончили не в прошлый раз. То есть мы рассмотрели симметрию уравнения Ньютона на прошлом занятии и закончили на том, что начали выводить глобальное образование симметрии. Я не знаю, я говорил, что дома стоит посмотреть вот это конформное преобразование, связанное с вектором D. И давайте все-таки для полно-Т картины я получу вот это глобальное преобразование. Просто чтобы, ну как сказать, оно может быть наиболее сложное из всех, которые там есть. И задача Коши для него решается, может быть, наиболее сложное. Поэтому я уже что-то напишу, чтобы это не оставалось в виде вопроса. Так, вот напомню, что локальное преобразование, связанное с вот этим вектором D, оно выглядит таким образом. Тау, ну вклад в Тау, связанный с вектором D, это вот такая вещь, D, R, T. Это вот такое слагаемое. И вклад в локальное преобразование это, вот он, как выглядит, D, R, R. Вот, значит, как выглядит локальное преобразование. Ну и по теореме Ли мы знаем, что по этим локальным преобразованиям можно установить глобальное преобразование. Для этого надо написать соответствующие задачи Коши. Вот, давайте сделаем следующее. Значит, мы запишем вот этот вектор D, как, значит, произведение, ну, собственно говоря, параметра преобразования А вдоль некоторого фиксированного направления. То есть вот таким образом. То есть вот у нас есть параметр А, параметр преобразования А, Н, массирован, задает направление. Значит, ну, то есть мы берем любую из трех однопараметрических подгрупп, значит, или любую линейную комбинацию этих однопараметрических подгрупп, но только коэффициенты этой линейной комбинации, но направление, как мы фиксируем, вот этим вот, вектором M. Так, ну и тогда соответствующая задача Коши будет выглядеть следующим образом. То есть T с волной, с точкой, ну, вот эта вот точка, как всегда, обозначает производную по А, значит, по параметру А. Вот, это будет равно, и, значит, мы смотрим на правую часть нашего выражения, значит, здесь у нас от этого вектора D остается его направление, N. Так, N, значит, ну, а дальше надо писать T с волной и умножить на T с волной. Вот оно, значит, уравнение задачи Коши. Ну, и, как всегда, у нас на начальном условии есть T с волной при А равном нулю, это T. Точно так же R, ну, я позволю себе написать вектор, имеется в виду, что любая из трех компонентов, да, любая из трех компонентов этого века. R с волной, значит, с точкой. Это, и смотрим на правую часть нашего уравнения. R, R с волной, скалярная умноженная, и здесь R с волной снова. Ну, и снова, в начальном условии, R с волной при А равном нулю, это старая R. Вот оно. Значит, вот это задача Коши для нахождения глобальной преобразования. Вот, ну, вот видно, что вот система вот этих трех уравнений, она такая, может быть, не очень простая, да? Вот, значит, решается следующим образом, ну, один из возможных путей решения. Мы ведем, значит, такое размножение вектора R с волной, как R с волной параллельная, плюс R с волной перпендикулярная, где параллельные и перпендикулярные компоненты определяются по вектору R. Он фиксирован? Можно разложить. То есть мы считаем, что вот это вот R с волной параллельно определяется таким образом. Надо взять у вектора R с волной проекцией на N и построить из этой проекции вектор направления N. Так можно разложить. Ну, и тогда, соответственно, модуль, то есть если N это единичный вектор, то, соответственно, можно ввести R с волной параллельно. Модуль этого вектора, понятно, что это будет просто вот эта величина. То есть это и будет, значит, R с волной. Вот, если мы теперь подставим такое разложение, ну вот сюда, вот в это наше уравнение, да, то что у нас получится? Вот мы должны написать следующее. Я, значит, буду дифференцировать, ну давайте так вот запишу, чтобы будет понятно. R с волной с точкой равно, значит, R с волной с точкой параллельно плюс N с волной с точкой перпендикулянно. Вот, и, значит, посмотрим, что тут у нас есть. Вот, на самом деле, когда я дифференцирую R с волной параллельно, я что делаю? Я дифференцирую вот это выражение, так? А в нем меняется с изменением параметра только вот сам вектор R с волной. Вот, ну, значит, я буду дифференцировать вот это выражение, да? А, значит, вот вся эта скобка, это R с волной. Вот, может быть, поэтому я имею право написать вот так вот. R с волной с точкой параллельно умножить на N. То есть вот N у меня не меняется. N не меняется. Вот, а что касается R с волной с точкой перпендикулянно. Ну, по определению вот этого, значит, вектора, да? Так. А... Значит, по определению вот этого вектора перпендикулярно... R с волной перпендикулярной на N, это 0. Вот, поэтому если я продифференцирую это произведение, да? То у меня получится так, что R с волной с точкой перпендикулярной на N тоже будет равно 0. Что отсюда следует? Отсюда следует, что у меня вот этот вектор R с волной с точкой перпендикулярной, да? Он тоже ортогонален к вектору N. Вот, сам вектор был ортогонален и его производная по A тоже ортогональна. Вот, поэтому, значит, я этим сейчас воспользуюсь. Ну, пока-то я это уже не писать, конечно. Вот, и столовую с точкой перпендикулярной. Вот, и теперь я записываю правую часть моего выражения, где она вот. Значит, здесь у меня стоит N на R с волной. Это вот это вот. R параллельно с волной, да? Это вот это скалярное произведение. Ну, а вместо R я снова пишу его разложение. То есть это я пишу вот так. R, значит, с волной параллельно умножить на N плюс R с волной перпендикулярной. Вот. Так. Теперь я могу, значит, взять компоненту, которая параллельная N. А что это будет такое в моем вот этом последнем равенстве? Вот R с волной параллельно с точкой. А здесь, смотрим, из этих двух слагаемых, ну, вот учитывая вот этот факт. Ну, вот тот факт, что у меня R, значит, с точкой перпендикулярная, перпендикулярная N. Ну, и само R перпендикулярная, где я тут забыл, забыл вектор. Последний. Прошу прощения, вот вектор вот этот вот. Да. Вот этот R перпендикулярный вектор, он тоже перпендикулярный N. Да? То у меня остается здесь что? Только вот это вот. Да? С волной. Непоченько. Так. Ну, это дифференциальное уравнение. Такое уже, прошу прощения, квадрат. R, R славное, R славное. То есть, его можно решить, да? Ну, с разделяющимися переменными. Ну, как оно решается? Д, R славное, параллельное, R славное, параллельное, равно, да? То есть, вот разделяем переменную, квадратик. Ну, что, прошу прощения. Поговорим. Интегрируем. Вот. И получаем минус единица на R славное, параллельное, равно, а плюс, плюс 100. Ну, плюс какая-то константа интегрирования. А чему она может быть равна? Если мы а положим равным 0, то у меня тут должно получиться единица на R уже без волны параллельно. То есть, старый вектор установится согласно значению моего условия, да? Старый вектор. Вот. Я сразу, как бы, это проделаю. Вот. Вот. То есть, константа интегрирования определяется изначально пустою, как всегда. Вот. Ну, и сразу записываю вектор, да? R славное, вот это вот параллельное, равно. Ну, надо тут есть и подобное. Значит, да. Это идет вот так вот. Значит, R параллельно и единица минус А, R параллельно. Прошу прощения, вот тут вот. Вот тут знак минус обязательно должен быть. То есть, тут же минус, А равно 0, вот, чтобы начало строительство, да? Вот. И тогда вот так получится. То есть, видите? Так, это мы нашли. Ну, теперь, естественно, в этом же уравнении мы берем слагаемый, который ортогональный вектору N. Ну, я запишу этот вектор на минусе, то есть вот так вот это будет тогда. R перпендикулярный вектор с волной, с точкой. Вектор с волной, с точкой. Вот он, ортогонален N. И ортогонален N, вот этот вектор. R с волной параллельно по модулю. Значит, с волной. Так, умножить на R с волной, ну, с вектором. Ортогональная, да? Вот. Вот ортогональная, второе уравнение. Ну, надо было писать, что это как бы ортогональная. Ну, давайте я здесь помещу. Что это, на самом деле, ортогональная вектору N. Тут мы можем подставить то, что уже знаем, то есть R вектор с волной, с точкой, равно, значит, R с волной, единица минус A, R, простите, R, ну, параллельная, значит, единица минус A, R параллельная, а здесь вот, R вектор с волной ортогональный. Ну, снова видим, что разделяются переменные, да, то есть надо понимать это уравнение как совокупность, конечно, ну, двух уравнений для двух компонентов, но я, как бы, буду там делить на вектор и так далее, да, ну, понятно, о чем лечить это, я думаю. То есть, снова разделяем переменные, D, R с волной, ортогональный, поделить на R вектор, ортогональный, с вами мой, равно, R параллельная, D, A, единица минус A, R параллельная. Вот, разделились переменные, интегрируем, да, то есть, что тут получается, логарифм, здесь логарифм, здесь логарифм, ну, давай-то, ладно, чем говорить, проще написать. Ну, опять же, я прошу прощения за то, что там логарифм вектора будет у меня, да, ну, это... Так, значит, здесь будет минус логарифм единицы минус A, R параллельная и плюс константы, да, снова плюс константы, которую снова надо определять из начальных условий. Ну, а как, что это будет такое, что это за константы? Когда я A положу равным нулю, логарифм единицы, ноль у меня будет, да, но при A равном нулю здесь получится что? R перпендикулярно, вот, ну, без волны уже. То есть константа вот эта вот, вот эта константа, это логарифм R перпендикулярно, но уже без волны. Ну, и тогда мы видим, что, ну, давайте я вот здесь вот рядом запишу, R перпендикулярно, это будет R перпендикулярно поделить на единицы минус A, R параллельно. Ну, и наконец осталось нам еще T, ну, все очень похоже, вот, сейчас запишем уравнение и сразу увидим, что мы это уже видели. Итак, записываем уравнение, значит, T с волной, с точкой, равно, значит, здесь стоит N на R с волной, а N на R с волной, это вот это вот у нас, да, то есть это будет R с волной, а N на R с волной, умножить на T с волной. Так, а это вот что такое? Это будет 1 поделить на 1 минус A R параллельно, T, вот, параллельно, вот так. 1 поделить на R параллельно и умножить на T с волной. Ну, и посмотрите, вот сюда смотрим, то же самое, да, Результат будет, конечно, тот же самый. То есть сразу же t с вольной равно t делить на единицу минус a t параллельно. Наконец, a умножить на r параллельно, вот этот характерный кормент, это что такое? Это значит a, ну а здесь n на r, а n на r, ну а a на n это d последний, а n параллельный, а то термин на х, ну в таком значении. Ну и осталось записать только ответ уже, да? То есть мы должны записать сначала r, ну или сначала t, но t у нас уже. Записываем, давайте еще раз напишем. t с вольной равно, это старое t в единице минус d на r. Такое преобразование. И r. Значит что такое r с вольной? Это r параллельное, значит, давай, вектор с вольной. Плюс r перпендикулярное, вектор с вольной. Ну и подставляем выражение для каждого из них. Это будет, соответственно, r параллельное, зон на n. Чтобы вектор получился единице минус d на n плюс. Ну, видно, что у меня одинаковые знаменатели, то есть я могу числителя сложить, а вверху-то у меня стоит просто вектор. Вот так называемое тоже комфортное преобразование. То есть видно, что оно определено не во всем пространстве, а только в некоторой малой области, вблизи параметра a равно 0, то есть для каких-то малых значений вектора d. Потому что видно, что при каком-то значении вектора d у нас симулярность возникает. Вот такое вот формное преобразование. Так, ну все. Вот мы нашли все глобальные преобразования. То есть симметрию в уравнении будет, мы полностью получим. Так, ну и давайте двигаться дальше. Значит, следующий вопрос, который мы рассмотрим. То есть, ну, это несколько таких формальных определений. Первый из них, ну, можно так подзаголовочек заглавить. Производная фрише. Производная фрише. То есть мы будем говорить о производных, называемых дифференциальных функциях. Что это такое? То есть это некоторые такие формальные определения, которые производные фриши. Ну, во-первых, определим следующее понятие. Вот я буду писать вот так вот. f альфа, ну, то есть это индекс, который минирует ферц. Функция, которая будет зависеть от x. Под x мы снова, конечно, понимаем совокупность переменных. Дальше u. Ну, значит, тут несколько. Дальше u, beta, k, и всех остальных, возможно, производных. Да? Я буду такую функцию обозначать также и вот таким образом. Вот. Ну, и обозначать ее также и вот так вот еще. f альфа, x, u, beta, s. То есть видите, это как бы одно и то же обозначение. Иногда так удобнее пользоваться, иногда по-другому. То есть по сути нас интересует по большей части зависимость именно от функции. От функции, от зависимых переменных и всех возможных производных. Но надо не забывать, что само это выражение может и от переменных, конечно, зависеть. Значит, вот такую функцию будем называть дифференциальной. Дифференциальная функция. Смысл какой этого названия? Это, ну, можно на это смотреть, как на, допустим, левую часть дифференциальных уравнений. Любое дифференциальное уравнение выглядит как, ну, скажем, дифференциальное уравнение, выглядит как, ну, или система дифференциальных уравнений, выглядит так. f1 от у бета равно нулю и так далее. Значит, там какой-то fm от у бета равно нулю. Вот любое дифференциальное уравнение или систему дифференциальных уравнений можно записать через эти дифференциальные функции. Вот, ну или, допустим, лагранжан, то, что нам понадобится, лагранжан, он тоже записывается как дифференциальная функция. Некоторые выражения, которые зависят от координаты, значит, ну, может зависеть от координаты, функции и производства, и какого-то порядка. Значит, тоже дифференциальная функция. Значит, значит, Теперь определим приращение дифференциальной функции в направлении, в некотором направлении. Итак, мы будем говорить, что задано 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 приращение в направлении wb в это если значит, у нас рассматривается такое выражение df это это значение нашей функции при переменных ух дальше у в это плюс эпсилу в угле b в это у в это как плюс эпсилу в угле b в это и так далее посмотрите, что делается да то есть я вот эту переменную независимую не трогаю вообще не трогаю а даю превращение для ну только для зависимых определяемых таким образом то есть мы функции прибавляем некоторую ну вот эпсилу чтобы параметр малости выделить добавляем некоторую функцию но делаем это не только для функции но и, разумеется, для всех дифференциальных средств то есть для всех производных ну и минус начальное значение то есть если вот f x u 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 у нас будет epsilon ну как бы будет столько слагаемых сколько здесь вот аргументов да в этой функции реального вот а мы, кстати, не будем по поводу вот этого числа аргументов как бы беспокоиться в принципе можем считать что это для бесконечности да то есть вот это выражение или так суммировать спокойно совершенно Ничего не мешает это сделать, но единственное, что всегда, когда суммируешь до бесконечности, надо помнить, что мы тогда имеем в дело бесконечные суммы с рядом, и чтобы не думать о вопросе исходимости ряда, можем говорить о формальном ряде. Это современные фокусы в математике, когда опускаются некоторые подробности относительно исходимости и говорят о формальном ряде. Угрожение, которое выглядит как крят, но от него среди места не требуется. Итак, значит, когда мы про это слагаемое говорим, мы что должны написать? D, U, β, α, β, α, β. Но точно такое же слагаемое появится и здесь. А это будет ε, D, U, B, K, F, U, β, α. Прошу прощения. Прошу прощения. Я, конечно, сразу потерял, потому что легче исправить. На само это превращение надо умножить, на W, β, да? Если я на ε то умножить, надо еще и на другое умножение. Точно так же здесь. Значит, ε, D, U, β, α, β, α, β, α, β, α. А здесь будет что? Производная. Ну, я эту производную буду писать вот так вот сразу. D, K, W, β, α. Плюс, ну, и так далее. То есть общий вид этого выражения вот следующий вид. То есть эту сумму я могу записать, ну, с учетом правил суммирования. Ну, каким образом. И снова, ну, как бы, вот это суммирование предполагается, ну, до того индекса, до которого нужно. А можно и до бесконечности. Так. Значит, это мы определили превращение. Ну, и теперь определение самой производной фрешей. Значит, будем называть вот этой производной фрешей. Производной фрешей. Вот такое выражение. Это предел при ε, стремящемся к кругу. Единица поделить на ε. Дельта, S, α, U, β. Ну, разумеется, мы вот это превращение даем в некотором направлении. W, β, да. И чем будет отличаться от предыдущего выражения? Ну, и ε просто не будет, и все. Ну, то есть, здесь вот это выражение, оно, как бы, формально мы должны написать плюс там, вот здесь-то еще O, вот, ε в квадрате. Ну, разумеется, вот эти члены, они в пределе все пропадут. Тут тоже плюс вот это самое O, да. Ну, а в пределе у нас остается только уже вот это вот выражение. А вот, значит, ну, принято, что ли. Какие это значения? Вот f, вот теперь я крышечку поставлю. f, α, β, β, да. Ну, то есть, в направлении, как бы, вот это угодно, да. Значит, U, β, да. Умножить на W, β. Ну, то есть, мы, как бы, имеем тут дело с некоторым выражением, с некоторым выражением, операторным выражением, которое действует на вот эту W, β. Как оно действует? Ну, вот здесь вот явно видно. То есть, вот это W, β, оно в каждом члене сумме, либо там, от него берется производная нужного порядка. Вот. То есть, этот оператор, что ли, производной фрише, вот. Ну, явно мы его запишем, просто повторяя вот это равенство. У, d, u, β, s, β, f, α, β, умножить на d, s, w, β. Это, как, значит, вот оператор производной фрише, да. То есть, здесь, как бы, этот оператор действует на вот это вот W, β. Ну, можно и по-другому, разумеется. То есть, можно вот это слагаемое сюда перетащить, да. И рассмотреть это, как некоторый оператор тогда, действующий на вот эту нашу дифференциальную футуру. Тут тоже, вообще-то, можно читать это же выражение. И, если мы посмотрим на вот это выражение, да. Вот, если мы теперь посмотрим на вот это выражение, да. То мы вот в этой свертке, вот этой свертке, узнаем, конечно, оператор Y. Оператор Ли Лёкманда. Но только, точнее, это, как бы, выражение похоже на оператор Ли Лёкманда, на Y. Если под W понимать то, что понимали мы в том операторе Y. То есть, тут-то W – это некоторое произвольное направление. А в операторе Ли Ли, в Y, там это совершенно определенное направление. То есть, это, как бы, надо помнить. Вот, видите, я пишу аргумент в квадратных скобках, да, квадратных скобках. Ну, на самом деле, по нему суммирование не происходит. То есть, по вот этим индексам, которые в аргументе в квадратных скобках, не происходит суммирование с тем, которое за квадратными скобками. То есть, суммирование по бета идёт только вот здесь вот. И суммирование по бета, естественно, тоже. Так, это просто… Так, ну вот это просто, как бы, выражение, которое нам в дальнейшем понадобится. В дальнейшем понадобится. Вот. То есть, мы, как бы, такие кусочки математического аппарата, что ли, собираем. Вот. Следующий такой кусочек – это оператор Эйлера. А он как-то переходит же в производную функционала? Конечно. Я к этому и веду. Вот сейчас мы пишем оператор Эйлера, и это как раз вот… Конечно. Давайте вспомним, значит, что такое оператор Эйлера. То есть, оператор, который нам позволяет, ну, что ли, записать уравнение Эйлера. Для, значит, функционала, для действий. Итак, значит… Ну, пусть… Да, ну, заговорок напишу. Итак, пусть функционал S у нас определил, и это, конечно же, действие. Вот. Лагранжан – функционал, который определяется как интеграл по некоторой области G. Ну, Лагранжан является вот той самой дифференциальной функцией, поэтому я тут немножко как бы расшифую, что это область тяжелая. Ну, у нас берется от такой вот функции… Х… У… 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 с помощью производных решений вот то есть если мы запишем ну вариации то есть мы к функциям ну а значит и ко всем производным прибавляем некоторую произвольную малую функцию ну и предположим что там есть у нас условия закрепленных концов на границу области g эта вариация обращается в ноль и все ее производные тоже обращается в ноль карта то есть условия закрепленных концов стандарт вот то если мы возьмем вариацию то сразу пользуясь вот этим выражением только вместо f альфа будет у меня оператор и сразу же получим вот такое лучше а значит d у bt s теперь на ds ну и снова как правило конечно лагранжан от чего зависит ну как правило он зависит от может зависеть от переменной от функции или от первой производной функции такая наиболее типичная ситуация вот чаще даже переменная зависит скажем так далее а вот но мы рассмотрим как будто он может зависеть там от второй и третьей производной то есть любого порядка то во что тогда превратится вот это наша вот вариация значит можно воспользоваться интегрированием по частям чтобы задача состоит в чем в том чтобы вот здесь из этого слагаемого выделить саму вот это вот вариацию ну то есть превращением к этой функции а ну из под знака производных как бы и вытащить ну давайте я это как на примере скажем производная второго порядка проделаю где-то я не знаю где он лучше я здесь писал или там то есть предположим что я рассматриваю такое слагаемое интеграл то есть уже д вторая производная ну я как бы это к и вот и тогда я должен умножать там д к и д x ну а а что такое x x это произведение всех дифференциал ну я естественно начиная интегрировать по частям выбираю какую-то из вот этих переменных например это будет у меня переменная к я тогда говорю а пусть у меня ну как там по частям вот этой функции у которую я буду дифференцировать будет у меня вот это выражение это будет d u v t k l а значит выражение где я буду брать интегрировать что ли да вот это вот dv это будет вот такое выражение d k l v v t ну я должен выбрать переменную какую-то либо k либо l я возьму скажем d x k вот тогда значит когда я беру d u я должен его брать в направлении вот этой x k значит d u имеется ввиду направление x k ну а здесь v ну вот это v это будет просто вот но я естественно должен не забывать что у меня интегрирование во всем интеграли ведется и по другим поэтому я должен писать все таки как бы внеинтегральный член как интеграл как интеграл а но в этом интеграли у меня в дифференциале x k то отсутствует и значит произведение всех дифференциалов за исключением а то Вот так вот напишу, dk, x, то есть за исключением k, а дифференциал по переменной k отсутствует. Значит, я должен брать это, я брал по вот этой вот g области, а теперь я беру по всей области g за исключением g катова. Ну, это на самом деле всего лишь обозначение, это как бы не строгое математическое, что ли, то есть, наверное, так неправильно писать. Но имеется в виду, что я исключаю переменную k для интегрирования, но зато здесь я на поверхности вот этой вот, значит, области определения переменной k. Неинтегральный член и минус член, который стоит, то есть который с интегралом. Там уже будет дифференциал по всем переменным. Вот здесь минус. Интеграл, значит, областью g. Ну, вот так вот. dk, du, β, k, l, l умножить на d, l, w, β, dx. Раз. Ну и, конечно же, вот с этим интегралом я проделываю тот же самый фокус. То есть, снова переношу вот эту вот производную, я ее переношу вот сюда. Ну, все точно так же, поэтому я вот это вот писать не буду, а сразу не пишу результат. То есть, вот этот интеграл, который здесь, я просто переписываю. Значит, теперь внеинтегральный член вот здесь, как будет выглядеть. Во-первых, знак минус. Во-вторых, во-первых, знак минус, во-вторых, интеграл будет вестись уже по области g минус, вот там, g, l, да? Дальше выражение будет вот такое, как здесь, только тут вот, d, l. То есть, это будет вот так. dk, du, b, k, l. Лагранжа умножить на w, b. Значит, здесь будет d, l, x и на d, g, l. Вот. А здесь останется плюс интеграл по области g, d, k, l, d, u, b, k, l. То есть, для примера проделали это для двух элементов. И, значит, что теперь можно сказать, что вот эти внеинтегральные члены, они должны занулиться. То есть, неинтегральные члены должны занулиться. Да, тут я вот d, d вот только забыл, да? Сюда еще надо d записать. d, k, x. Вот его забыл. А здесь записал, да? Неинтегральные члены должны занулиться в силу вот этого условия закрепленных концов. Почему? Ну, потому что мы имеем либо саму функцию на границе, либо, ну, на одной из границ, там, на одной из границ, да? Либо производную тоже на одной из границ. Все это зануляется. То есть, вот эти вот вариации зануляются, и у нас остается тогда вот это выражение. Я не буду его переписывать. То есть, вот это вот равно нулю. Вот это вот равно нулю. Вот это вот равно нулю. На границе, потому что, да? Зануляется, и остается у нас вот это вот выражение. То есть, что получилось? У нас вот было исходное выражение, видите? Вот это вот d, k. Где она оказалась? Вот здесь вот. Ну, правда, если бы мы делали это один раз, то у нас бы еще возник знак минус. Ну, понятно, что это можно сделать для любого порядка, и тогда вот это вот наше выражение, ну, ладно, я напишу просто ничь. Д, s, значит, будет выглядеть так. Уже, как бы, таких неинтегральных человек нету. А здесь, значит, выражение выглядит так. Минус единица в степени s, d, s, d, u, β, s, l, β, умножить на β, dx. Ну, вот, а дальше можно пользоваться, конечно, уже основной лемой – вариационное вычисление. Что же это за функция такая, которая при вот этом произвольном превращении w в β, да? При произвольном превращении w в β обращает наше выражение в ноль. То есть, когда вариация функционала равна нулю, когда вариация действия равна нулю. Значит, только в том случае, если у нас всё, вот это вот интегральное выражение равно нулю, наша вот эта функция отличная от нуля, значит, вот оно, вот это вот выражение должно быть равно нулю. Это и есть оператор эйлера. То есть, мы тогда запишем оператор эйлера. Оператор эйлера. Эпсилон маленькая, ну или там эпсилон какой-то там маленький или большой, не знаю. Вот. Значит, с индексом β. Индекс β, он касается... И вот как он выглядит. Минус единица в степени s, значит, ds, d, u, β, s. Это оператор эйлера. Да? Ну, опять же, суммирование ходит до бесконечности по гонде эйлера. Значит, ну, вот это вот, ds, β, β равно нулю, да? То есть, вот эти вот уравнения, вот эти уравнения, это так называемые уравнения эйлера. Снова просто вспомнили, как вы делали, что ли, оператор эйлера. Ну, теперь уже для гранжан, который зависит от любого там, от любого порядка производной. Хорошо. Значит, ну и следующий вопрос, который давайте рассмотрим, это вариационная симметрия. Теперь вот с помощью, ну, точнее, не с помощью, а как бы там... Это как бы тоже кусочек дальнейшего какого-то разговора. Значит, поговорим о эволюционной симметрии. Итак... Значит, постановка вопроса подключается в следующем. Вот пусть у нас есть... Да, здесь головка есть. Эволюционная симметрия. Значит, постановка вопроса. Есть глобальное преобразование. Ну, предположим, что у нас изменяются переменные независимые. То есть, Х. Ну, там... какие-нибудь, Х-каты... Х-каты у нас все равно. Ну, какие-то там. В Х, в Эльтах и У в Эльтах. Да? В А. И зависимые перемены, мы их обозначаем ну коме O, пусть это будет Oα, значит, Oα, который зависит от TxR, в этих Ua. Значит, есть глобальное преобразование. Ну, разумеется, значит, сразу выпишем соответствующие им локальные преобразования. Ну, в ту или иную сторону, в смысле, что можно по локальным и глобальным. А это будет у нас КСКТ, значит, зависящие... А, ну, или... Давайте так. КСКТ, зависящие от xLQβ, мы определяем как DxKT, в ходе А, при А равном нулю. При А равном нулю. При А равном нулю. Ну, и это Альфа, зависящие от xLQV, как D у славной Альфа при А А равном нулю. То есть есть глобальное преобразование и локальное преобразование. Значит, мы рассмотрим или будем искать такие преобразования, которые оставляют неизменными значения функционала, функционала действия. Итак, будем искать преобразование симметрии, преобразование ли, которое оставляет неизменными значения функционала действия. Тогда условие инвариантности, условие инвариантности, я вам показываю, что остается у нас инвариантом, выглядит таким образом. Вот есть у нас функционал действия, он зависит от функции, ну и, строго говоря, зависит, конечно, еще от той области, по которой ведется у нас подинтегрирование. В другом смысле, конечно, не в том, как она зависит от функции. Это, значит, вот такая личина. Интеграл по области G от... Ну, я здесь напишу, как бы, такой наиболее частый случай. L, который зависит от U, от X, от U и от U' . Ну, можно было бы написать там до любого порядка, но это не суть важна. А мы совершаем вот эти вот наши глобальные преобразования, а ничего не меняется. То есть, вот это вот условие инвариантности, это равенство вот чему. То есть, это равенство функционалу, которое зависит теперь от U с волной, ну, которое, как бы, зависит теперь от X с волной и от A. Вот так вот сейчас напишу сначала, потом скажу. И от G с волной, которая является уже, как бы, областью определения для вот этих новых переменов на с волной. Значит, вот эти функции здесь, у с волной, это не те, которые написаны вот здесь. Потому что, ну, точнее, это те функции, которые получаются, если нам удается выразить вот в явном виде вот эти вот функции U с волной через X с волной. Здесь, как бы, заданы такие неявные выражения для наших функций у с волной. Ну, а здесь мы пишем уже, как бы, новые функции от новых переменных. Здесь они заданы неявными в таком смысле. Ну, а этот функционал, это что такое? Это будет у нас интеграл по области уже G с волной. Вот это хранжиана. Ну, теперь, который зависит у нас от X с волной. Ну, а тут у с волной штрих, ну, как функция от X с волной. Ну, а от X с волной, там, сейчас, у с волной штрих, от X с волной. И по уже области G с волной. Да, то есть по новым переменам. Итак, мы совершаем глобальное преобразование, но при этом требуем, чтобы функционал не изменял своего значения. Не изменял своего значения. Вот это вот у нас условие инвариантности. На что можно сразу обратить внимание? Что на самом деле пока здесь не идет речь о том, мы на экстремалях находимся или нет. То есть мы требуем, ну, и в этом смысле вот условие вот этой инвариантности, оно более сильное, чем условие инвариантности для уравнения Эйлера этого функционала. Почему? Ну, а потому что экстремали этого функционала, ну, то есть решение уравнений Эйлера. Это всего лишь, ну, как бы, какие-то выбранные только значения вот этих вот функций у. То есть это, ну, какие-то, возможно, там единственные значения. А здесь требуется инвариантность на всех функциях у. На экстремалях в том числе, но и на других тоже. И в этом смысле требования вот этой инвариантности, они такие более жесткие. Более жесткие. Ну, более жесткие требования, как правило, приводят в более слабые симметрии. Слабые в том смысле, что операции симметрии меньше. Можно понять. Ну, хорошо. Если мы, значит, поставили такое условие инвариантности, вот, то здесь мы можем вот в этом выражении при интегрировании вернуться к старым переменным. И тогда, ну, получим следующее. То есть вот я, как бы, продолжаю тут равенство. И могу записать это так. Вот интегрировать я буду снова по области g, то есть я вернусь, скажем, к старым переменным. Вот. А, значит, ну, а как я это реально сделаю? Вот каким образом я это сделаю. Это будет у меня x с волной. Ну, теперь я выражу кнопку функции x. Дальше u с волной от x с волной от x. Ну, и там u штрих кнопки от x с волной, но уже записанные как функции от x. Ну, а дальше что я должен сделать? Чтобы, значит, записать это, вот, через старые переменные, я должен вспомнить, как бы, вот этот, и копиент перехода, да? То есть я его обозначу как y. И, ну, уже даже. Вот. Значит, ну, то есть вот условие инвариантности теперь мне позволяет сравнивать. начальное выражение и конечное выражение. Если я, значит, ну, что ли, ну, требую это, вот, повторяю, во всём, как бы, пространстве, от которых, вот этих переменных, от которых у меня здесь подражал, а не только на экстремальных, то я, конечно, должен сказать, что, ну, должны быть равны вот эти вот выражения. Начальное, уже без интеграл, и конечное, да? То есть у меня условие инвариантности превращается в такую перемену. ль, икс, у, и штрих, дж, должно быть равно ль, икс, у, и штрих, дж, должно быть равно ль. Вот это вот льёт на дж. Вот я сразу так вот пишу. То есть зависимость от параметра преобразования а, которое здесь вот присутствует, она где, на самом деле, спрятана? Вот это выражение. Ну, значит, есть у меня условие инвариантности, значит, согласно вот этой теореме ль первой, у меня может быть записан тогда критерий инвариантности, как он будет выглядеть. Ну, это будет оператор ли, который, значит, будет содержать там производные по икс, по у, по у штрих, и, на самом деле, ещё по одной величине, которая может изменяться. А именно вот по этому, значит, что ли, ну, как это называется, дифференциалу, да, элементу объёма. То есть оператор, соответствующий ли, ну, вот я его как-то вот так пишу, икс чертой, да, он будет у меня выглядеть как обычный оператор, ли, плюс, ну, а дальше я должен написать вот это вот выражение. Значит, D, D, A, вот вот это вот DG с волной, да, DG с волной при A равном нулю, соответствующее такое локальное преобразование, ну, уже вот для этой, ну, новой зависимой величины, умножить на производную, ну, по этой новой зависимой величине, ну, только при A равном нулю, а значит, я сразу пишу уже по DG. Ну, как бы, ещё одному там, ладно, у меня соответствует ещё одно слагаемое в операторе ли. Вот оно и написано здесь. Вот. То есть, чтобы записать явный вид этого нового оператора, я должен посчитать, что же вот это у меня такое. Что же вот это? Вот эту величину я и считаю. Так, значит, то есть, я должен посчитать вот такую величину. ДЖ с волной при A равном нулю. Ну, сразу можно заметить, что у меня вот это DG-отовольство такое, и зависимость от А она здесь содержится. То есть, фактически у меня будет производная ОА ответ при A равном нулю умножить на DG. Вот. Ну, и тогда мы должны понять, что же это будет такое. Производная и комбионный переход. Ну, записываем и комбионный переход и берём одну производ. Итак, мы должны писать D под номер А. И дальше нужно писать и комбионный переход. Значит, и комбионный переход – это производная вот такого типа. А, ну, может, я звукнусь. Давайте я его как матрицу такую запишу пока. Вот. То есть, это определитель у меня. Определитель. Определитель. Ну, с такой матрицей. D, X с волной. Ну, в каких-то там кадрах. Да? По D, X, L. То есть, новые переменные поставки, да? Вот. Ну, потом я ещё должен положить A равномерно. Вот. Значит... Ага. Ну, давайте сейчас ещё перепишем немножко. Теперь по скобку большую напишем. Это будет D, X, 1, по D, X, 1, и так далее. Так. К, L, да? Тогда это будет D, X, 1, N, по D, X, 1, и так далее. Д, X, N, по D, X, 1, и так далее. Ну, вот так вот ещё напишем, да? Что получится у нас? Значит, здесь у нас содержится N слагаемых в этом выражении, да? Каждый из слагаемых является произведением N со множителем, да? А каждый из со множителей – это, ну, вот какое-то D, X с волной катая по какому-то D, X, M. Вот. А когда мы будем дифференцировать каждый из со множителей, ну, то есть вот это вот произведение N-штук, у нас снова оно распадётся на N слагаемых, да? где вот каждый из вот этих вот отдельных со множителей будет дифференцироваться. Правильно? Вот. То есть у нас возникнет на самом деле сумма, ну, по, я так напишу, по K от единицы до N. Вот таких вот определителей – D, X с волной 1 по D, X, 1 и так далее. А здесь будет вот у нас D, X с волной K по D, X, 1 и так далее. А здесь будет вот у нас D, X с волной K по D, X, 1. Вот это вот выражение я буду дифференцировать по A. Значит, D по D, A, D, X с волной K по D, N, по D, X, N и так далее. Скобка закрывается, и всё это при A равно 0. Ну, то есть понятно, что проделано, да? То есть, ну, вот, в принципе, это просто формула дифференцирования тут применяна для определителя, для определителя, да? То есть как это делается? Ну, вот, это сумма определителей, где стоят производные по столкам. Ну, а как это получается, ещё раз повторяю. То есть, на самом деле легко понять, да? То есть мы, когда вот будем дифференцировать каждое из произведений, которое получается из вот этого определителя, который исходно дифференцируется, да? Ну, можем вот собрать в таком виде всегда. Можем всегда в таком виде собрать. Понятно это или нет? Мне кажется, это просто, ну, такая алгема с анализом. Вот. Ну, а теперь давайте посмотрим вот на это выражение. Значит, что тут у нас есть? Ну, во-первых, вот здесь вот, да? Вот в этих вот выражениях мы что можем сделать в каждом из них? Мы можем поменять порядок взятия производных. Вот здесь будет d по dA от x катого, а потом вот по x первому будем дифференцировать. d по dA от x катого при а равном нулю. Это кси катая. Кси катая, да? То есть у нас получится тогда вот такое выражение. Вот такое выражение. Это будет сумма по k от единицы до n. Вот в этом месте, где у нас будет производный, на k там столб себе, у нас будет стоять вот так. d кси катая по dx1 и так далее. d кс катая по dxn. Такой столбец будет стоять. А теперь вот эти вот производные, все остальные, которые остались, во что они превратятся? Ну, смотрите, при а равном нулю, x с волной превращается в x. Правильно? И значит все производные превратятся в дельта символы. Вот здесь единичка, а все остальные ноль в этом столбце, да? То есть столбец превратится в дельта символы. Единица, все остальные нули. Ну, а последний столбец вот так, ноль, только здесь единица. Вот. Ну, если, значит, посмотреть на каждый такой определитель, в нем останется только одно слагаемое. Правда? Вот так вот надо проводить. И у нас d кс катая по dx катая. То есть сумма останется вот такая. d кс катая по dx катая. Ну, мы как бы договаривались, что по повторяющимся индексам суммирования, поэтому я могу это записать вот так вот. Кси, К, К, да? Ну или еще вот так для красоты могу записать, что это дивергенция кси. Вот что понимается здесь. Дивергенция кси. То есть у этого слагаемого, вот у нового слагаемого в операторе ли, вот на самом деле должно стоять вот такое выражение. плюс си, как катая. Плюс си, как катая. Плюс си, как катая. Я прошу прощения. Я с самого начала сделал такую существенную одну ошибку, которую забыл. Ну, как бы пользуясь вот этими формулами замены переменной дифференцирования. Я вроде бы все писал правильно, но на самом деле в связи с нашими обозначениями, ну и в связи с нашей ситуацией, я вот тут вот уже писал немножко неправильно. Вот посмотрите, вот это вот частная производная, ну как в мотанализе я описал. Это правильно. Но на самом деле вот эта вот величина, вот эта величина, которая здесь написана, х волной катая, это что такое? Это величина, которая зависит от иксов, от у, которая тоже зависит от иксов. Да? Вот так. Понимаете? Вот. Глобальное-то преобразование. Вот так. Это х волной, которая зависит от х, и от у от х. Правильно? Вот мы-то сохраняли вот это обозначение d по dxLt, вот. Мы его сохраняли для частной производной вот этой вот. А, конечно же, при замене переменной-то мы берем полную производную. То есть надо же полную производную было брать. Поэтому все, что было написано, вот начиная с этого момента, ну, когда я начинал расписывать производную вот этого определителя, надо, ну, переписать заново, вот, используя вот эту полную производную, да? А то, как бы, путаница будет брать значения. Ну чё ж, прошу прощения. В общем-то, понятно, здесь просто это появится еще? Да. Просто появится вот это вот, вместо вот этой частной производной, везде-везде-везде, да? Появится вот эта полная производная. dLx с волной катома, да? И вот здесь вот везде тоже появится у нас. Значит, здесь будет d1, d1. Ну, может, лучше переписать. dN, простите, dN от XM. Вот. Ну, вот здесь вот, вот здесь вот. d1, d1. d1, d2, так, ID, ID, нет. Вот сюда уже писано. d1, d1, n. Д, n, простите, да? Нет, вот это здесь вот. Нет. Да. Так, как я язык какая-то писала-то. К у меня номер столбца, Н, Н, а, тут, тут, прошу прощения, К у меня номер столбца, тогда тут один, вот здесь вот один, так, здесь вот Н, ну вот здесь тоже, везде, все же, не могу писать, Д, Н, Х, полной, вот, сейчас, я здесь Д, Н, К у меня номер столбца, здесь вот один, здесь вот один, К, К, здесь Д, 1, Х, К, вот здесь вот, что у нас получится, здесь получится у нас Д, 1, И тогда вот это выражение тоже, оно получится вот так, в конце концов, Сумма, К, 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 ну, мы договорили сумму не писать, либо вот это вот диверденция, К, К, диверденция, К, ну, в смысле взяток с полного производства, как раз и должно быть, вот, так, значит, тогда вот тут вот так должно быть, плюс Д, К, С, К, ну, сумма, да, Д, Д, лежит, ну, вот так, да, ладно, все исправили, Теперь мы применяем наш оператор Ли к нашему выражению, вот это продолженный оператор Ли, То есть вот что пишем, Х плюс, вот это вот, ДК, С, К, Т, Д, Д, Ж, действует на Ли, ДЖ, вот, Вот, а, значит, тут я опять ошибся, вот здесь, не просто производная же у меня, вот здесь же у меня выскакивал еще элемент ДЖ, выскакивал, то есть я вот тут вот ему должен написать ДЖ, а тут я должен по нему продифференцировать, да, Ну, вот здесь вот, почему это получалось так? Здесь вот никобиан перехода умножить на ДЖ, сам-то ДЖ он выходил из-под знака производства, а производная никобиана перехода, вот она, дает нам эту вот дивергенцию, да, то есть вот так. Ну, а это что такое? То есть мы дифференцируем, мы тут же домножаем, да, ничего не меняется, Вот, то есть получается так, ДК, С, К, здесь Л, ДЖ. Вот, если мы требуем, чтобы это выражение было равно 0, то, разумеется, отсюда вытекает вот такое вот требование, на ДЖ можно сократить, оно не равно 0. Вот что получается. Х плюс ДКСК равно 0. Вот он, критерий инвариантности, который нам обеспечивает вариационная симметрия, что отсутствует по сравнению с критерием инвариантности для дифференциальных уравнений. Отсутствует требование, что мы на каких-то там решениях находимся этих дифференциальных уравнений. Вот. То есть тут мы требуем выполнения вот этого критерия для всех зависимых переменных, а не только для каких-то там решений, не только для каких-то выбранных функций. Вот. Ну, это было в исходном, значит, требование критерий инвариантности, это, естественно, и в этом, то есть в условии инвариантности, это и в критерии инвариантности у нас сохраняется. Вот. Ну, разумеется, это означает, что такое же требование будет выполняться и для экстремалий. Да? Для всех выполняется? Значит, и для экстремалий может выполняться, ну, и должно выполняться. Но, разумеется, это не тождественно требование, которое выполняется только для экстремалий. То есть, еще раз, более жесткие условия, значит, меньше должна получиться симметрия. Ну, вот. Ну, и в заключение пример, конечно, с нашими уравнениями ньютона, уравнением салонного движения. И так, значит, ну, опять же, приму уравнение ньютона. Ну, возражаем для того, что такое 1, 2, m, v, в квадрате. Ну, v, на самом деле, зависит от t, t единственная независимая переменная, а, значит, зависимыми переменами являются вот эти вот производные по t. Ну, в наших обозначениях лучше записать эту форму. 1, 2, m, u, β, t, u, β, t. Вот. То есть, ну, сохранил те же самые обозначения, что и уравнение ньютона. Вот. Проверим, что действительно, как бы, это тот агренжан, который нужен, да? То есть, как выглядит оператор Эйлера в данном случае? Оператор Эйлера, который вот так вот будет соединяться в степени s, d, β, s, d, s, d, v, d, s. Вот так вот. Во что он переходит у нас, в нашем случае? Ну, вот эти вот есть у нас бета-индексы есть. Вот. А s, ульти-индекс, он, на самом деле, будет состоять из одной только производной, ну, разной степени производной по времени. Правильно? Вот. То есть, это либо, значит, сама функция, либо производная по времени, ну, а больше-то ничего и нет в нашем окружении. То есть, будет у нас, ну, давайте, до первой степени. Сейчас работает одно слагаемое. До первой степени напишем. Когда s равно нулю, значит, здесь у нас единичка, это будет вот так, d, u, β, то есть, производная по координатам, минус, ну, а дальше у нас идет dt, d, d, u, β, это dt. Ну, а все остальные слагаемые уже просто не работают. На самом деле, вот это первое слагаемое тоже не работает. Потому что лагранжан зависит от производства. Ну, и, естественно, если мы действуем на наш лагранжан вот этим оператором мейлера, ну, давайте я так напишу, eα, t, да, это вот практически, eα, 1, 2, n, n, d, 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 d. Ну, легко видеть, что со знаком минус, я думаю, что такое. Значит, одна вторая и два раза, ну, как бы, два со множителя. Значит, будет так, dt, n, u, α, t. Вот, и, значит, когда мы применим оператор полного дефиленцирования вот этой величины, у нас есть независимая переменная. Ну, это должно быть равно нулю. Это и есть уравнение свободного дефиленцирования. Значит, все правильно. Правильно. Вот, теперь мы должны найти вариационную симметрию. Ну, снова, значит, пишем, что у нас есть независимая переменная. Соответствующее локальное преобразование обозначим tau. оно будет зависеть у нас от t и от u, v, t. Это будет так, что у нас будет а. У нас есть зависимые переменные в трижды. Это будет у α, t и β. Ну, и соответствующее преобразование локальное – это α, которое действует t и т. Это будет а. Так, задрались. И пишем сразу критерии инвариантности, да? Т.е. наш критерий инвариантности – это будет x плюс dk, xdk, 0 равно 0. Ну, что превратится? Ну, x, значит, оператор, будет содержать только слагаемое, ну, действует будет только то слагаемое, которое вот здесь есть у нас, да? А это что такое? Это у нас будет слагаемое, которое будет, ну, содержать производную вот по этой величине. Т.е. у нас будет так. z, ну, сколько там, z α, d, z α, t, да? d, d, α, t. Вот, вот x, вот оператор x, осталось только это слагаемое. Ну, здесь мы пишем, как бы, у нас есть только одна переменная t, да? Т.е. это dt, dt и α. Ну, а действует это на одну вторую, т, u, β, t, u, β, t, t. И все это должно быть равно 0. Вот он, критерий инвариантности, да? Вот он, критерий инвариантности. Значит, что получается? Ну, дифференцируем. Дифференцируем. Значит, здесь у нас получается, ну, квадрат, да? Поэтому в двоечке сокращается. На m можно, кстати, сразу сократить. На m. Значит, будет так. x, α, t на m, α, t. Ну, а здесь что? Здесь мы просто переписываем вот это вот выражение. плюс dt, там, m на m я сократил, а все остальное остается. Одна вторая, u, β, t, u, β, t равно 0. Так, значит, надо вспомнить, что такое вот эта величина и как считается вот это производимое. и все только прописывается. Значит, вот это вот. Ну, это альфа Т. Ну, что это? Это dt. Это альфа минус u альфа t, dt, tau. Ну, соответственно, вот это вот dt, tau. Поскольку само tau зависит у нас только от t и от функций, то вот это полное производимое, да? То вот это полное производимое, ну, включая в себя два слагаемых. Я их напишу dt плюс u, β, t, u, β, t, d, u, β. Ну, точно такое же выражение получается вот здесь, конечно, да? Подставляем то и другое сюда и написываем, что получится. Так. И вот мы ещё, говорит, Это АФТ плюс АФТ, это АФТ, это АФТ, это АФТ, это АФТ, это АФТ. Первое, что я записала? Плюс АФТ, это АФТ, это АФТ, это АФТ. Это тут плохо. Это плохо писать, надо писать какое-нибудь другое. Угамма, АФТ, потому что тут квадрат есть. Угамма, одна вторая. Угамма, АФТ, ВТЦ. Равно 0. Все, записали критерии и варианты. Прием, тот же самый используется. Мы пользуемся тем, что наше локальное преобразование от производных не зависит. А значит, мы можем выписывать слагаемые при разных степенях этих производных. Начиная, конечно, с самой старшей, лучше делать. Вот тут вот у нас есть вторая и вот она третья степень, да? Вторая и третья степень. Ну, я вот так вот позволю себе написать. У-бета, У-бета, У-гамма. И, скобочка, не суммирование по гамме. Что у меня тогда получится? Ну, одну вторую. Тау, гамма, равно в другом. То есть, сразу видно, что у меня, моя вот эта вот величина, тау, она является функцией только от одной переменной, АФТ. То есть, она не может зависеть от, ну, самих вот этих координат. Тау является функцией АФТ. Дальше, вторые степени. Вторые степени у меня где есть? Вот здесь и вот в этом стандартном. Ну, давайте выпишем, что это за уравнение. Вот, смотрите. То есть, я беру, ну, давайте альфа и бета сохраним. Некоторые у альфа Т, у бета Т. Вот. Смотрим. Где у меня? Вот здесь вот есть. Ну, вроде надо писать вот такое упражнение. У альфа, бета. Все? Нет, не все. Дело в том, что у меня тут вот идет суммирование по бета, а здесь идет суммирование по альфа. Да? И для двух конкретных индексов альфа и бета, вот здесь вот такая комбинация для двух конкретных индексов альфа и бета встретится два раза. вот как бы, когда альфа равно вот этому альфа, бета равно этому бета, и когда наоборот. Альфа равно этому бета, а бета равно этому альфа. да? Угу. Угу. Не понятно. Угу. Так, мы здесь суммируем по альфа и по бета. Да, вот я понял, как там написано. То есть, как обычно. Считаешь, что обычно так делаешь. Надо просто другие индексы взять, и тогда все понятно становится. Вот сигма и ром. Сигма и ром. Вот. Вот какие-то сигма и ром. Это понятно, когда один раз они встретятся, когда они так уйдут, а один раз наоборот нам. Да. Вот. Один раз там альфа, сигма, бета, ром. То есть вот так вот, сигма, ром. А второй раз наоборот, ром, сигма, два раза встретится. Ну, правда, тут я как бы, вот эти два раза-то будут, когда у нас сигма не равно ром. Строго говоря, да? Давайте так. Сигма не равно ром. Да когда сигма не равно ром, у меня тут ничего не будет. Правда? То есть это будет равно 0. При сигма не равно ром. Но есть еще второй вариант. когда сигма равно 0. Да? Вот. Второй вариант вот такой вот. У сигма t, у сигма t и нет суммирования по сигме. Тогда будет так. Это сигма, сигма, нет суммирования по сигме. 1,2, плюс 1,2, tau, t. Ну, вот, на самом деле, вот эти два, ну, как бы, вот вот эту систему, ее можно записать вот таким образом. Значит, это сигма ром плюс, это ром сигма плюс. Ну плюс. Чем плюс? Почему плюс? Чем плюс? Почему плюс? А где он у меня минус-то потерялся? А минус-то у меня потерялся? Я вижу, что я неправильно посчитал. Давайте в следующий раз тогда сделаем. Тут неправильно получилось что-то. Вот именно этот знак меня волнует. Он неправильный. Где-то я что-то потерял. При уписывании этих выражений. Что-то я потерял. Вот где я потерял. Значит, у меня было вот такое вот выражение. Пока все не надо. Мы одно слагаемое просто написали. Да, да, да. Но слагаемое потеря. Которое как раз там с… Да, да, да. С минусом он как раз. Вот это у меня. Вот это вот у меня. Это что такое? Это ДТ. Да? Вот это Альф. Правильно? Вот это вот у меня. Вот это вот у меня. ДТ от ТАУ. И третья СУ. А вот это-то у меня. Это был кусочек на самом деле. Еще должно быть такое слагаемое. Минус У Альфа Т. И снова ДТ от ТАУ. Вот оно. То есть вот это вот все вместе. Вот это вот все вместе. Это было у меня. Вот. Это Альфа Т. Вот что я потерял. То есть у меня потеряно вот какое выражение. Вот это вот выражение «потеря». То есть нам вот этот критерий надо дополнить, дописать. То есть вот так, как у меня тут написано. Первый номер. Еще минус писать. Минус писать. У Альфа Т. У Альфа Т. И снова вот это вот. ТАУ Т. Плюс У. Это какой-то бета-эдеграмма Т. ТАУ Бета. И вот теперь только одно дубление. Где-то там дубление. То есть вот одно слагаемое. Что-то потеряло. Ух. 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 Глата. Words. Глая. Ух. Глата. Эниис. Их. Эси. Свами. Продолжение следует... В последнем у альфа-т еще она же квадратичная будет. Не квадратичная, а коэффициентная будет. Не-не-не, ребята, надо пересчитать. Ну что, прощение, давайте-ка я пересчитаю, мне все нравится. Ну, вы-то как бы не надо списывать, просто я пересчитаю и все получится, конечно. Что-то совпадает. Итак, еще раз. Значит, у меня есть такое напряжение. Это альфа-т плюс. Это от ица у меня. ду альфа-т плюс . Здесь одна вторая慢ая. Тут дт-т-т-т. Дт-т равновалю. Здесь я, значит, расписываю этот zt, альфа t. Это что такое? Это будет dt, это альфа, минус u, альфа t, d, t, тау. Вот это всё я умножаю на u, альфа t, от вот этой одной второй, u, b, t, u, b, t, n, плюс, ну а здесь я просто беру, это dt, тау, а здесь одна вторая, u, b, t, u, b, t. Значит, когда я беру вот эту производную, мне что получается? У меня получается вот что. Ну, два раза, да, то есть одна вторая плюс одна вторая, значит, остаётся только альфа равная b, значит, остаётся 2 u, альфа t, ну а всё вместе, значит, будет u, альфа t. Вот оно что получается. И вот теперь, если посмотреть на это выражение, что можно увидеть? Что у нас есть вот слагаемое. слагаемое. Теперь смотрите, u, альфа t, u, альфа t, dt. Вот слагаемое. Тут есть одна вторая, а здесь единичка. Поэтому получается вот что, dt, это альфа, умножить на u, альфа, u, альфа t, правильно? dt, умножить на u, альфа t, вот. Дальше вот это вот с этим складывается, минус одна вторая, минус одна вторая, минус одна вторая, Да, да, знак изменяется. Поэтому то выражение, которое мы написали для кубического члена, сохраняется, а вот выражение, которое надо писать для квадратичного члена, оно другое. Так, значит, здесь у меня βατ , 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 βατ . То есть для квадратичного члена у нас получается так. Получается так. Пропадет у нас это выражение, когда σ не равно ρ, то есть 0. Но когда σ равно ρ, у нас как бы здесь будет только единичка, а здесь одна вторая. Вот все это вместе можно записать так. Минус τ τ умножить на δ σ ρ равно 0. Вот можно проверить, что все получится. Когда σ не равно ρ, здесь 0. А когда σ равно ρ, вот здесь будет 2 минус τ τ. Ну а здесь должно быть как σ, то есть это σ σ, без суммирования, и одна вторая. Вот двойка, которая здесь появится, она превратится в эту одну вторую. Правильное такое выражение. Так, значит, есть у нас еще линейная слагаемость. у, допустим, σt. Здесь нету, вот здесь оно только есть. Это будет α σt равно 0. Ну, это сразу означает, что у нас α функция только от t β. То есть вот t не зависит. Вот, значит, я, конечно, смотрю вот на это выражение. И это, ну, в чистом виде так называемое уравнение киллинга. Для уравнения киллинга, ну, мы там получали решение. Вот, я напомню, его напишу. Можно как бы снова решать, но я сэкономлю немножко. Вот, то есть известно, что вот если решать это уравнение просто, то tau t, вот не обращая пока ни на что внимания, да? Вообще, tau t должно быть равно 2β плюс 4c α у α. Вот, а это α должно быть равно a α плюс b u α плюс 2u α с β β минус c α у β β и еще плюс e α у β и еще плюс e α β γ κ β β у γ. Ну, это, конечно, единичный симметричный тензор, да? То есть тут векторное произведение, на самом деле, ω на у векторов. Поскольку в нашем случае у нас tau – это функция только t, то, разумеется, вот это c, альфа, все равно 0. Ну а значит пропадает вот это, вот это, вот это, а все остальное остается. Это и будет решение. Вот, то есть в нашем случае tau от t – это 2b, ну а это от аль, ну это, ну давайте я запишу как вектор, зависит только от t, легко видеть, что это будет вектор а, плюс b, плюс омега, ну вот, то есть вот так выглядит решение в нашем случае. То есть если сравнить с уравнениями, то есть симметрией экстремалей, то есть симметрией вот этих вот уравнений, ну ньютона для свободного движения, то видно, что, конечно же, ниже симметрия. То есть все эти преобразования, они присутствуют в уравнении, значит, ну в уравнении ньютона там, а равно нулю, да? Ну, то есть ускорение равно нулю. Они все присутствуют, но отсутствуют вот те самые комфортные преобразования. Ну и так и должны быть, да? То есть вот симметрия уже, на самом деле, вариационная симметрия уже получается. Но зато вот эти преобразования, они сохраняют значение функционала для всех траекторий, да? А не только для экстремальных. Вот в чем отличие. Значит, а вот те, получается, конфонные преобразования, ну, хитрые, они только для экстремальных, значит, сохраняют значение. Ну, точнее, они не значение функционала сохраняют. Ну, значение функционала они тоже сохраняют, потому что функционал не хранит. То есть вариация функционала, на самом деле, тоже сохраняется, да? А там решение, в сравнении Киллинга, там, ТАОТ равно 2b, а потом, когда ТАОТ пишем там… Ну, то есть ТАОТ – это производная шпота? Ой, ТАОТ… Простите. Так, подождите. ТАОТ… Нет, ТАОТ, ТАОТ – это вот эта функция. А, я тогда неправильно написал. Все, 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 неправильно написал. Два бета Т, вот, конечно же. Конечно же, это же вот у нас масштабное преобразование, вот оно должно быть. Масштабное преобразование. Два бета Т, спасибо. Ну, ладно, все на сегодня. Да? То есть, в следующий раз. Мы тогда, наверное, будем так же, вот вам полить пару в час десять. Понятно, то есть, в час десять, да? Ну, когда вам удобнее, в принципе. Нет, ну, нормально. Меня устраивает. Ну, все, хорошо. Сейчас десять. Угу. Угу. Угу.